Друзья, первый шаг к независимости. Панель мощностью 280 ватт, 10,5 апер и на 46 вольт. В общем, у нас вот провод, как видите, пошел в бублик и заходит вот так вот в контроллер. От контроллера уже идут две клеммы на аккумулятор. От инвертора две клеммы идут. И крокодильчиками это параллельно подключено. Все заряжается, эти два аккумулятора. И параллельно мы получаем сюда электричество шаробоя. И все это дело я фиксирую на вот этот счетчик, чтобы подсчитывать каждую заработанную копейку для себя, сэкономленную с божьего света. Видите, сегодня погода прекрасная, солнце есть, туч мало. Это уже, блин, сейчас дело близится. Ну, полтретьего уже лепота. Я просто тащусь. Вот к инвертору у нас подключен счетчик, а уже от счетчика идет удлинитель. Вот удлинитель идет от счетчика, если у кого будут какие-то вопросы. А вот провод, который идет в счетчик. Таким образом я все фиксирую. Сюда у нас подключен удлинитель. К удлинителю подключено зарядное устройство к этому аккумулятору. Аккумулятор тоже заряжается. А уже вот от него идет в курятник запитка. Итак, в общем, вот такой вот контроллер. Показываем 42 вольта. Это сейчас уже просто проседает. Ну, как бы вечер, зима, блин. 3 ампера. Ночью сейчас вот тенечек наступает. О, пошло повышение. 3, да, да, 4 ампера. О, круть. Солнышко вылезло с тенька. Ну, мне сюда еще сейчас ветки попадают немного. В общем, солнечная одна панель выгодна. И выгодна она не для того, чтобы там на шару нажиться энергией. Вы наживаться будете долго, но наживетесь. Вот, и потом еще будете, ну, когда отработает она себя, потом еще будете наживаться. Но это не для этих целей. Это в основном для того, чтобы у вас было электричество постоянно. Чтобы вы не сидели, не куковали без света, без интернета, без заряда телефонов, ноутбуков. Вот. И, кстати, очень классная тема. Купить какой-то ветрячок на 500 ватт и сделать так, чтобы она работала в тандеме, что я и, собственно, собираюсь в скором времени сделать. Если вам интересно будет, я ближе к концу видео озвучу, что сколько стоит. Ну, если не интересно, то вы это видео пропустите, конечно же. Я так покажу дальше оборудование вам. Поэтому оставайтесь, смотрите, ставьте этому видео лайки. Я очень стараюсь для вас. Вот у меня такая еще солнечная панель есть, которая питает дом. Весь дом питает 450 ватт. Ее мощность 15,5 ампер. 450 ватт и 56 вольт. Итак, она что мне может напитать за день? Когда до 10 ампер доходит. Сегодня было 10 ампер. Погодка такая клювая в феврале месяце оказалась. Начинается благодать для любителей солнечной альтернативной энергии. В общем, да, ветряк нужен всегда, чтобы когда солнца нету или когда уже вечер, чтобы еще и оттуда добыча шла. Это первый шаг такой независимости. В общем, а это у меня питает все. Значит, тоже удлинитель кидаю там на инкубаторы, на брудеры. Пока солнца есть. Когда солнца нет, стараюсь как-то от сетевой энергии функционировать. У меня есть гибридные станции. Переходите, смотрите. У меня много полезной информации. Подписывайтесь. В общем, когда все плохо, у меня есть генератор. Но настолько плохо прям вот бывает в январе, в декабре. Да, ну, там аккумулятор только можно зарядить. И сильно их стараться не разряжать, потому что в хумурую погоду вы больше 1 ампера не добьетесь. И день короткий, как бы, получается. Прошу прощения. Прохладно еще сегодня. Вот. Значит, инструкцию я уже снимал неоднократно на роликах. Люди многие смотрят видео и говорят, шутя здесь за вермишель, за лапша такая на столе. Нифига не понять. Вот. На маленькой дистанции кобелей. Вот в таком все порядке подключено. Только у меня вот вместо этого одного еще второй рядом аккумулятор стоит. И к нему вот так вот инвертор. Вот. А крокодильчики соединяют этих два аккумулятора. Ну, искусственно. Представьте себе, что тут еще один аккумулятор такой вот рыженький стоит. И вот такая вот тема. Все просто на самом деле. В инвертор включен щетчик, которым я фиксирую. Все через него подключено сюда. И фиксирует добычу энергии, которая проходит через эти аккумуляторы и через солнечную панель. Я ничего на своем канале не рекламирую. Однако я говорю лишь только свой опыт, делюсь своим опытом. Вот. Поэтому, если хотите какую-то там полезную более для всей информацию получить, доверяйте, но проверяйте. У меня есть телеграм-канал, на котором вы можете узнать мастеров. Бесплатный совет. Это абсолютно бесплатная подписка. У нас там уже много людей собралось. Поэтому люди там делятся опытом. Такие, как я и более покруче ребята, которые там уже 20 лет этим делом занимаются. Я не знаю, когда они успели, но успели. Кто по 10 лет. А я всего три года занимаюсь альтернативной энергией. У меня не только эти приблуды есть. У меня всякие есть приблуды. Поэтому чисто то, что проверял я, всякие различные дешевые, экономные варианты. Долгая история. Однажды буду в прямой трансляции. Сейчас я расскажу, как я докатился до такой жизни. Еще раз посмотрим операцию. Сейчас солнышко полезло. Ну, уже вечер. Дело к четырем идет. Такие дела. Поэтому, да, поставьте этому видео лайки. Блин, 500 лайков будет. Я куплю литиевый аккумулятор. Покажу, за сколько он заряжается. И как он вообще, что он из себя представляет. А, это у нас, если вы будете до 11.7 разряжать без нагрузки. От 8 до 10 часов заряжаются. Ну, за день можно их зарядить и получить немного еще, как видите, шаровой энергии. Поэтому, дерзайте, друзья. Пишите ваши комментарии, мнения. Обязательно обсудим. Кобеля советую везде ставить четверку, шестерку. Здесь 1,5. Будьте осторожны, потому что на таких кабелях вас могут кинуть. Видите, здесь больше изоляции, чем провода. Провода 2,5 максимум. О, повысились амперы. Ну, в общем, на инвертор тоже желательно кидать четверку кабеля. Не путайте. Плюс с минусом. Мгновенно замыкают. Провода воспламенятся очень быстро. Поэтому, ну, тут уже чисто как сеть идет. Тут уже без разницы. Ну, как не без разницы, блин. Ну, 2,5 с головой хватит вам. Ну, обычные удлинители. А вот что касаемо здесь, здесь ампераж такой бывает, что, мама, не горюй. Поэтому, может быть, немножечко не очень хорошо. Так, а теперь немножечко по ценам. Я говорю про новое. 1500 гривен до 1700. Значит, от 400 до 1000 гривен. От 1500 гривен до 3500 гривен. И, значит, провода, ну, я не знаю, у кого есть провода, кому надо покупать провода, я не знаю. Такие дела. Солнечная панель где-то в районе стоит от 35 до 50 евро. 280 ватт. Десять с половиной ампер. 46 вольт максимум. Так, еще не дошло до 46, но 42 уже вольта есть. Вот немножечко еще энергия подделась. Майним постепенно. Вот, ну, так как уже дело вечера, я стараюсь зарядить все. Я уже сильно не пытаюсь эксплуатировать, чтобы была подстраховка, если вырубят свет. Вот, ну, когда день такой, вот, прекрасный день, я стараюсь немножечко поэкономить и показать вам, что получилось наэкономить. Так, друзья, спасибо за просмотр. Переходите, значит, в телеграм-канал и там увидимся.